напоминаю что спонсором выпусков про украинские реалии является украинское издание новое время где вышел материал великолепный материал где написали о том что моя критика руководство российской федерации а также воров российской федерации скорее всего мотивирована г.р.у. российской федерации ну что ж накажем г.р.у. российской федерации и будем больше хлопать наших спасибо за наводку вот уже год с момента начала специальной военной операции специальной военной операции по спасению рейтинга владимира александровича зеленского я полагаю что верховный главнокомандующий российской федерации может написать книгу как из наркомана сделать мирового лидера я думаю что зеленский которому однопартийцы уже тыкали средний палец находясь в верховной ради украины он каждое утро молится молюсь тебе на коленях ибо мини-бар мой стоит под телевизором молится на российскую федерацию благодарить чулом бьет на всем во всяком случае я бы так делал я просыпался бы с улыбкой с улыбкой потому что мы не меня спасли те от кого не ожидал просто помощи спустя год мы увидели что украинская власть успокоилась но сначала были какие-то переживания сейчас спокойно потому что во первых никто слова наперекор не скажет потому что людей убивали людей задерживали люди знают квакнул что-то а завтра тебя задержали под полное молчание всех обсе и миссий оон тесен выкрала серед спостерегачи в обсе російського шпигуна закрыли партию шария полностью по беспределу заглохли все остальные ну и как бы можно делать все что делал до начала специальной операции по спасению рейтинга владимира зеленского то бишь воровать решение приматы тики президенту никто не будет хватать за руку можно кроме того сейчас воровать особо сладко потому что количество западных денег который к примеру евросоюз у которого у самого большие проблемы шлет просто без счета позволяет воровать такими размерами объемами которые но не могли присниться до специальной операции по спасению рейтинга смотрите давайте по конкретике вот есть такой грузовичок старый добрый грузовичок советского производства зил-131 их чтобы не простаивали иногда использовали в качестве молоковозов осенизаторских автомобилей ну вот помните как фильме джентльмены уда хотя давайте не об этом то есть верх машины снимается и на шасси зил можно присобачить что угодно любой кузов хоть вольер для свинок к примеру сейчас в данный момент украина размещает на шасси зила вот такой вот кузов оснащенный под танковую мастерскую называется он трм-80 кузов тоже старенький 80-х годов сейчас он не производится остались только старенькие бывшие в употреблении ну зато получается такая дешевая танковая мастерская на колесах очень удобно то есть чтобы сделать из молоковозов говновозов и прочего небольшую танковую мастерскую вы уже поняли необходимо следующее взять эту старенькую машинку отремонтировать немножечко ее шасси и поставить на это шасси кузов трм-80 то есть старые шасси старые кузова равно дешевая но рабочая танковая мастерская сколько же это будет стоить друзья в среднем такой зил 131 если он вдруг кому-то нужен да можно купить за 130 тысяч или за 300 тысяч то есть минимум 130 максимум 300 возьмем самый дорогой 300 тысяч то есть 8000 долларов пробежимся вот здесь вот по предложениям да таки до 8000 долларов максимум но мы возьмем за максимум сколько стоит ремонтный кузов трм-80 его найти не так-то просто друзья потому что ну кому из нас может понадобиться небольшая танковая мастерская можно поискать по коллекционерам и мы находим такой кузов в казахстане видим много предложений купить трм-80 все они стоят приблизительно полтора миллиона тенге ты где-то 91 тысяча гривен то есть 3000 долларов сколько стоит монтаж такого кузова наверное очень дорого с привлечением крупных специалистов скорее всего зарубежных знаете а это в эпоху санкций да нет конечно же есть даже инструкция как это сделать самому при помощи крана то есть ты сам можешь это сделать маленькую танковую эту самую понимаешь замена кунга ну то есть кузова со слов водителей взяла стоит порядка 50 тысяч российских рублей то есть это 700 долларов берем опять-таки калькулятор и все-таки подведем конечную конечную цифру смотрите дорогие друзья итак если нам надо оборудовать танковую мастерскую то это будет цена зила 8000 долларов плюс цена ремонтного кузова трм-80 3000 долларов плюс стоимость монтажных услуг 700 долларов 8000 плюс 3000 плюс 700 долларов получается 150 тысяч долларов ну да 150 тысяч долларов что вы вы думали что я ошибся нет я не могу ошибаться потому что я цитирую министерство обороны украины министерство обороны украины ошибаться не будет и не будет конечно же воровать во время войны у министерства обороны и я в такое не верю давайте какое что посмотрим что попало мне в руки договор о закупке услуг за государственные деньги с одной стороны у нас собственно министерство обороны в лица начальника центрального управления обеспечения систем вооружения командования сил логистики в сау слюсар андрей с другой стороны государственное предприятие 45 экспериментальный механический завод далее по тексту мы видим что предмет договора является ремонт шасси зил-131 с заменой кунга на трм 80 ага здесь мы делаем вывод что им уже не надо как нам искать где же нам найти зилы где нам найти эти кузовы все у них это все есть то есть от них требуется вот это просто поставить вы представляете какая интересная штука цена в договоре 562 миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят девять гривен за 100 единиц в год получается по 5 миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят гривен то есть по сто пятьдесят три тысячи долларов за одну единицу друзья я даже себе не представлял насколько много зарабатывают водители или владельцы таких зилов 131 потому что я не знал для того чтобы поставить уже имеющийся у тебя кунг на шасси надо заплатить 150 тысяч долларов это больше чем цена хорошего хорошего мерседеса какими богатыми богатыми людьми они оказались виде дороже чем mercedes-benz класс 450 для тех кто не понял объясняю министерство обороны проводит ремонт шасси и замену кузова за 153 тысячи долларов тогда как вы сидя запроса за компьютером клацание мышки можете найти ту же самую историю и она войдется вам максимум в 11000 там без чего-то 2 до пусть 12 тысяч долларов но не сто пятьдесят три тысячи долларов таким образом денег воруются в 13 раз больше чем на то требуется стерненко я тебя поздравляю твой рекорд с воровством 90 процентов сбора побит министерством обороны украины поприветствуем друзья то есть я не знаю как можно украсть больше может затеять ремонт туалета в кпп за миллион долларов по итогу украсть миллионы туалет ну разве что так давайте друзья узнаем кто руководит этой государственной компании у которой министерство обороны заказывает самый дорогой ремонт за всю историю ремонтов это ляпун николай николаевич николай ляпун член партии батькивщина я считаю партии старых воров не так давно депутат кременчугского городского совета баллотировался и в этот раз к сожалению почему-то не прошел встретились батькивщина и слуга народа и обокрали украинскую армию и украинский бюджет в бюджете много какая разница тупорылы из европы которые выделяют эти средства причем не свои аналогоплательщиков им поплевать смотрите был замечен еще одно интересное письмо письмо это было от минфина к министерству энергетики фишка в том что в обращений попросили не завышать количество работников государственных органов а знаете с чем это связано мировой банк больше заняться нечем возмещает зарплаты этих госчиновников так это же золотое дно и понеслись мертвые души тысячи может быть по стране сотни тысяч мертвых душ чиновников то есть вместо того чтобы отправлять эти средства на помощь в ссу на помощь больницам на помощь детям на помощь всем потому что сейчас все терпят серьезные неурядицы колоссальные проблемы у людей эти деньги просто расхищаются воруются время колоссального фантастического обогащения все военнослужащие в ссу должны понимать что они воюют как минимум на два фронта если с одной стороны их пытаются убить или захватить в плен то с другой стороны их пытаются просто раздеть обобрать полностью до нитки бросить и свалить куда-нибудь в лондон где уже приобретена недвижимость смотрите друзья победители вешают награды на пыльные потные старые камуфляжные куртки они на пиджаки по 40 тысяч долларов в итоге те кто не понимают что происходит когда в воюющих странах воруют воруют в таких размерах вот они начинают до них доходит когда выигрывают но не они